всем привет вы на канале цветочное счастье дорогие друзья сегодня короткое видео о спасении орхидеи пару дней назад ко мне попала вот эта малышка которая необходимо оказать помощь из-за банального перелива она потеряла практически все корни и скорее всего этот процесс длился долго так как уже и взрослые листья стали активно терять тургор и потеря тургора пошла у самого первого молодого листочка ну вот такой он уже потихоньку превращается в тряпочку немножко предыстории было в гостях конечно сейчас такое массовое цветение орхидей это тоже цвела сорт панда прекрасная сортовая орхидея но обратила внимание что почему такая вялая когда стали рассматривать и было видно что кашпо было просто мокрая орхидеи все были посажены в двойной горшок тут же вытащила результат был заранее известен все корни просто сгнили я там же на месте отрезала часть корней и оставила только вот этот корень и вот два воздушных у меня была мысль что я принесу ее домой и посажу в посадку керамзит с перлитом одновременно будет орхидея наращивать корни и вернем тургор но принесла домой она у меня где-то пару дней постояла вот так в воде для того чтобы хоть немножечко вернуть тургор листочком и да действительно хоть чуть-чуть листики стали более плотненькие а так вообще вот такие вот уже свисали поникшие были ну вот собралась я как раз заниматься этим процессом и заметила что вот этот корень на который я очень сильно рассчитывала он немного надломлен и если вы здесь увидите что вот такой он вот подсушенный поэтому сейчас конечно я его удалю и теперь будет у меня другая система посадки для наращивания корней вот этот корень буду отрезать с остатком шеи вот такая длинная она абсолютно не нужна тем более здесь есть задатки вот таких молодых корешков на них конечно я в будущем и буду рассчитывать поэтому обрезаю шею на вот таком уровне секатор острый и обработанный делаю вот такой срез вот так и теперь так как здесь нет никаких гнилостных моментов достаточно будет только а вот так полить перекисью водорода на срезанную часть и сейчас это все вот так пошипит под затянется и все и часть срезанной шеи будет подсушенная и так как вот эти корни я тоже не могу не могу допустить воздушные поэтому я выбрала ну вот такой метод наращивания корней над водой помещу орхидею вот в такую емкость но у меня пластиковая кашпо обычно в такие прекрасно можно сажать орхидеи закрытую систему посадки сейчас опущу камеру так пониже в общем сейчас шея немножечко подсохнет и я пока положу и расскажу вам принцип наращивания корней здесь что хорошо вот эта емкость имеет вот такую внутри как бы ножку вот как раз на неё я поставлю орхидею очень важно чтобы орхидея не касалась шея воды и теперь принцип такой здесь налито вот на таком уровне водичка орхидея будет помещена вот так и за счет влажного такого климата пойдет рост а молодых корешков буду конечно делать легкое опрыскивание ну прям такое легкое легкое самое главное чтобы вода никак не попала еще во внутрь за этим тоже надо следить ну это чтобы хоть как-то поддержать тургор у орхидеи когда пойдут корни в рост конечно уже и постепенно будет возвращаться от тургор отнесу обязательно орхидею на свой стеллаж где у меня растет вся моя цветочная овощная рассада там температура 20-25 градусов поставлю на ту полку где температура у меня около 20 градусов и подсветка светом горит в течение 16 часов и для наращивания корней нужно не только тепло но и обязательно достаточное количество света поэтому какой-то период времени у меня орхидея будет стоять на стеллаже немного позже обязательно вам сниму видео и покажу как растут новые корешки ну я надеюсь что этот процесс не заставит себя долго ждать поэтому дорогие друзья интересно если интересно оставайтесь со мной на канале подписывайтесь скоро будут видео о том как поливать орхидею после покупки пока он находится в магазинном горшке ну и дальше конечно еще много пересадок и всего интересного я на этом прощаюсь до новых встреч до новых видео всем пока пока